Да, помните, я не говорил о том, значит, можно было посчитать становление маржинализма, в учебнике было написано «Предтечи», да? Первый этап мы с вами рассмотрим сейчас, да? А что касается тех экономистов, да, с идеями, которые, собственно говоря, заложили основу или создали почву для возникновения маржинализма, маржинальной теории, да, тут уже вы должны будете это посчитать. Мы на занятиях обязательно с вами поговорим. Кстати говоря, мы вот уже с одной из двух посмотрели, да, как мы сделали сумки предыдущей работы, была сумка 4.1. Да, кстати говоря, были, ну, пару вариантов было, которые весьма неплохо. Кстати говоря, ну, это дело изобразили, да, на этой неделе, на следующей неделе. Мы обязательно с второй группой, с двумя оставшимися группами, да, это дело посмотрим, и потом в итоге пара круглочеловек, где вы увидите здесь за трибунами, за трибунами. Да, мы смотрели там на двух-трех слайдах в течение, там, 3-4-5-ти минут, да, изложить определенный материал. Мы потом поделимся, посмотрим, как это можно будет сделать в абразивных районах, да, ну, как обычно в российской году. Значит, маржинализм, сегодня маржинализм, всем известная теория, которая использует предельное величие, да, если до маржинальной революции анализ в основном строился на средних величинах, да, или на абсолютных значениях показателей, да, то после вот работ маршала особенно, сегодня с ним будут знакомиться, да, после работы маршала, да, мы, экономисты стали пользоваться маржинальным анализом, то есть анализом предельных величин, да. Предельная величина означает, отнюдь, что это не максимальное значение показателей, да, я очень надеюсь, что вы это прекрасно понимаете. Представляя нашу сегодняшнюю лекцию, мы давайте немножко для себя определить, что такое вообще говоря, маржинальный или анализ, или предельный анализ, или анализ используем предельных величин. Значит, это означает, да, что мы рассматриваем какой-либо показатель, да, рассматриваем его в зависимости от изменения, да, другого фактора, который для данного показателя является аргументом. Вот, например, предельные издержки, да, что есть предельные издержки? Предельные издержки – это те дополнительные издержки, которые связаны с увеличением объема производства на единицу, да, то есть если мы увеличили от нуля до первой единицы объема производства, мы тогда с вами определяем вот этот прирост, да, который был, да, и который что? Стал. мне просто он напомню что даже если мы ничего не производим до объема производства равную но фирма или предприятие всегда будут тоже нести что и здесь эти сдержки будут определяться как постоянно здесь даже если предприятие ничего не производит она произвела дополнительные единицы продукции первую мы вычли обе с общей суммы и то что увеличение постоянных на гнели предельные сдержки для первого объема производства ну и тогда таким образом мы немножко сейчас посмотрим сегодня вспомним правила консимизации прибыли которые основаны на национальном анализе нам это требуется по программе вот поэтому предельный инструмент или инструмент при маржинальном анализе он более точен он более точен с точки зрения принятия решения особенно в микроэкономике особенно по поводу принятия решения касаемо объема производства потому что какая определяющая задача стоит больше части товаропроизводителей даже можно сказать что и перед всеми до в оперативном текущем управлении сколько производить продукцию представляет скоро новый год уже скоро нового товаропроизводителей должны думать о том они будут увеличивать да объем производства чего-либо или например будут уменьшать ну например если взять рынок шампанского да тут нужно уже было раньше подумать да для того чтобы можно было нарастить объемы производства именно к новому году мы соответственно привезут больше мандарин да чего-либо еще постоянно предприниматели находятся в поиске ответа на вопрос сколько следует производить продукции каждый данный момент для чего для того чтобы можно было максимизировать прибыль потому что их главная цель функционирования это максимизация прибыли и вот предельный анализ очень чётко позволяет это сделать когда мы говорим о правильной максимизации прибыли в основе которого лежит уже сам определенный анализ да то тогда мы прямо определяем тот объем производства при котором предприятие или фирма максимизирует свою прибыль мы сегодня это на доске нарезка вот поэтому это действительно была маржинальная революция это приблизительно какое же влияние имела на умы экономистов так и появление классической политической экономики действительно реально это было так потому что экономисты даже увидели возможности маржинального анализа они увидели возможности более точного прогнозирования причем количественного прогнозирования тех процессов которые наблюдались за мной вот поэтому поэтому дальше я хочу сказать что эти деменции которая основывается на этих трех базовых категорий предельная полезность предельный наход и предельная личность и предельная которая связана с увлечением объема потребляемых материальных благ на что мы можем о ней сказать о предельной полезности по мере насыщения потребности предельная полезность становится что все меньше меньше и меньше да съел или выпил один стакан воды второе уже будет менее полезно а третье четверто для нас вообще говоря будут в данном налоге беспорядка потому что мы удовлетворили свою потребность да и мы больше не будем, да, это классная продукция предельная полезность, да, имеет тенденцию к уменьшению нас да при насыщении потребности далее придельный доход то же самое придельный доход, это очень что при увеличении объема производства включение объема производства с учетом действия закона убывающей отдачи предельный доход будет уменьшаться а предельные издержки будут расти в общей тенденцией они будут расти мы сейчас с вами это увидим особенно на примере предельных издержек а только потом начнем пройдемся по тем которые придумали вот у нас три базы показателей которые лежат по основе вашим аналогом мы здесь не должны что мы очень четко понимаем следующие положения которые как я бы понесли как раз выгибы как я считаю этой версии это просто классический политик но это в своей основе имеет циркатный принцип определенной цены то есть раз сумма затрат который необходим для производства именно это лежит по основе определение что минус но вы сами прекрасно понимаем что обмен современной экономики современным пониманием он разумеется осуществляется не только по стойности он осуществляется не только по но и в 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 то в в в в а в в в на в в why Если же у него есть запас, то тогда вы сможете что? Поискаться. Тогда для вас вот эта вот полезность этого продукта, этого товара, она будет не столь важна. И у вас будет больше времени для того, чтобы вы могли найти более дешевле что-то товар. Может быть где-то скидки, может быть где-то какие-то акции, ну и так далее. Да, поэтому это очень было большое вот достижение экономической науки. Мы сразу стали понимать, почему меняется пропорция обмена. А пропорция обмена меняется очень и очень часто. Мы вдруг с вами можем встать, например, завтра утром и увидеть, что цена на какой-то товар вдруг взяла и выросла. Сданочь, она может вырасти, исходя из того, что изменила стоимость этого товара, затраты? Ну, наверное, нет, да? Ничего не произошло. Как были технологии, как были затраты, так они и остались. Очевидно, что это произошло с точки зрения субъективной оценки полезности того или иного товара. Да, поэтому вдруг мы его сразу начали покупать, и поэтому цену на него стали вдруг расти, потому что он начал появляться на рынке, стал относительно дефицит данного товара. Да, это было очень, еще раз повторяю, большое достижение в целом экономической науки. Да, вот именно эта маржинальная идея, да, особенно идея предельного дохода, предельная полезность. Особенно идея предельная полезность. И мы с вами очень четко стали понимать закон спроса, да, исходя из вот этого подхода. По мере засущения потребностей, что происходит с предельной полезностью? Она уменьшается, да, она уменьшается. Ну, я, наверное, еще раз повторюсь, маржинальная идея, да, до сих пор, кстати говоря, учитывая, что оценка полезности – это, знаете, такой субъективный психологический фактор. Еще раз повторю, каждый из нас, с вами, абсолютно по-разному оценят полезность того или иного товара, да. И поэтому до сих пор в экономике нет показателя, который бы оценивал бы эту полезность. Ну, известный Макхон Угрю в экономике, он приводит такой показатель, как utility, то есть это полезность, да. Одна полезность, две полезности, ну и так далее, и тому подобное. Да. Ну, а в чем суть предельного дохода? Вот, например, как же я с вами, я не знаю, что я с вами, но, тем не менее, давайте вспомним. Если мы ели одно яблоко, да, одно яблоко, как можно определить, какова его полезность, этого яблока для нас с вами? Ну, первое, каждый будет определять сам, да, кто-то их любит, кто-то их не любит. Кто-то в данный момент уже, может быть, объелся, да, кто-то их еще не пробовал. Ну, так вот, условно, да, то есть ситуация бывает разная. И поэтому оценить, да, практически невозможно, вот, как-то формально, формализованно. Да, у каждого может быть своя оценка. И когда я студент, я говорю, да, оценить, да, в каких единицах измерений количественно вот эту полезность, то есть удовольствие того употребления первого яблока можно оценить. Да, количество как? Ну, вот, мне понравился, вот, а не студент, достаточно уже давно. Ну, вот, говорю, вот такую систему оценивать. Он нарисовал 5 специально-как. Я вот, ну, я бы, нарисовал 5 специально-как. Ну, вот так он оценил свое удовлетворение, да, от первого до 7 лет. Вот здесь пока науки вообще нет никакой. Ну, как-то оценили, да? Каких-то формальных закономерностей нет, да? Каких-то общих принципов мы пока только что с вами не выжили. Ну, интересно следующее, когда мы съедим второе яблоко. Вот мы взяли, что съедим второе яблоко. Ну, одно ему понятно, да. Оно на здоровом 5, как кажется, оно на полезность. А вот второе яблоко уже 5 не даст. Да, оно увеличит полезность, но эта полезность будет меньше. Скажите, это же будет оцениваться как привычка. Восписательная знака указывает на что? Что полезность второго употребленного яблока для нас в меньшей значительной степени имеет, чем полезность первого. Это вполне понятно, да, почему такое происходит. Да, а это уже, тут мы видим, нету такую формальную логику. Что у нас включается? Мы знаем, что по мере насыщения потребностей, да, каждая последующая единица потребленного пророка, скажем, третья, да, и четвертая, будет, ну, не добавлять нам полезности, но будет добавлять этой полезности все меньше и меньше и меньше. А суда мы журналисты придумали, вывели хороший закон, да, что по мере насыщения потребностей предельная полезность начинает что делать? Ну, уменьшаться. Или полезность каждой последней, которая придет к именицу продукции, тоже будет снижаться. А это уже определенное что? Докономерно. Посмотрите, как это хорошо ложится на закон спроса. Вот почему мы именно так объясняем требуют спроса? Почему действительно по мере снижения цены, да, мы заменим рост арендума зарядки? Пусть это лежит, да, потом, может быть, съедим, ну и так далее, и так далее, и так далее. Враженалисты это просто объяснили, да, исходя из закона, убывающей предельной полезности. Видите, как здорово получается. Мы с вами покупаем больше, больше, по меньшей цене. Почему? Потому что полезность каждой дополнительной, да, предвиденной и купленной именицы продукции, да, мы знаем, что это будет уменьшаться. И мы согласны платить, что за три дополнительных посвятительных знака цены меньше, чем ту, которую мы платили за пять. Потому что здесь для нас будет самая большая полезность впечатления и употребления нам обратно. Да, и кто же тут правильно сделан? Обмен, обмен в экономике. А обмен в экономике мы с вами видим каждый день, когда приходим, например, в магазин, и видим цены. Что-то стоит 10 рублей, а что-то стоит 100 рублей. Мы с вами видим пропорции обмена. 10 к 1. А вот почему именно такие пропорции обмена? Ну, во-первых, в основе этого обмена лежит стоимость. Это у них кто не отменяет. То есть затраченный труд, да, затраченные ресурсы. Да, действительно. Но к этому еще добавляется полезность. Да, потому что у каждого субъективная своя оценка. Каждый находится в разной ситуации. И, например, придя в магазин, нам нужно купить ручку. Да, вот эту ручку. За сколько вы ее максимально можете купить? Сколько она стоит? Я не помню. Ну, пусть будет 50 рублей, да? Вы купите ее за тысяч пять. Да? Но если вдруг вам нужна ручка, чтобы подписать документ, который дает вам наследство в 5 миллионов, вы ее за пять тысяч купите? И вы не будете смотреть на пропорцию обмена по стоимости. Правда? Либо кровью подпишу. Ну, это не будет приниматься, не тарелся. Чувствуйте? 5 миллионов, да, мы согласны подписать кровью. Ну, я понимаю, полезность, да? Видите, какая полезность у нас, да? В силу какого-то субъективного обстоятельства. Да, это было очень большое достижение, да, наук? Ну, это человек действительно реально понимает что-то самое в одном спросе. Почему надо так происходит? Мы теперь сейчас реально с вами поймем, почему действительно используем маржинальный анализ, товаропроизводители себя ведут вот именно определенным образом. Вот не как-то по-другому, да, а именно вот так, как они себя ведут. А если мы это знаем, мотивы их поведения, да, то мы можем этими процессами что? Управлять. Что самое главное, да, для любой науки. Познать сущность этих явлений, да, а потом воздействовать на них нужным для нас направлением. Понимаете? Ну, давайте, я очень рада просто это напомню. Я надеюсь, что это будет. Это знаете, да, Саидин? Что делает любой предприятие, да, законодательство? Оно пытается найти тот объем производства, при котором может получить максимально возможную прибыль. Да? Максимально возможную прибыль. Тем более, да? Как это можно сделать? Есть очень красивые картины, но это, конечно, надо было это сделать. Давайте рассмотрим, как изменяется издержка в зависимости от изменения объема производства. Ну, все это уже, как вы знаете, да, это вот у нас объем предприятия, да, а вот это средние издержки, средние издержки и предельные издержки. Предельные. Вроде мы с вами здесь связываем, да, вот понятие классические политэкономии, да, с маржинальным революцией, ну, с маржинальным анапасом. Ну, насколько я это могу, это вот это ление, да, это так. Это ление средних туманных издержек, да. Это средние и общие издержки. Да, то есть, тревоговская приема производства они сначала снижаются, я не буду говорить, что есть средние постоянные, средние переменные, и этот график просто не буду заполнять камеры. Вот средние и общие издержки. Да, изменяется, они могут быть в порядке. Да, есть предельные издержки. Что такое предельные издержки? Дельные издержки показывают, как будет изменяться затраты при увеличении объема производства на каждую последующую издержку. Да, это происходит следующим образом. Дельные издержки – да, это лагеря. Да, вот это есть предельные издержки. вообще-то говоря эти линии для каждого пределения особенно не уникальны это как указывает нас с вами отпечатки пальцев точно так же вот эти линии да если правильно провести до всех особенностей совершенно конкуренции такое совершенно конкуренции надо как самый простой начальный анализ когда что товаропроизводители не могут повлиять на рыночную цену в силу того что их много спустил своего размера да их много они повлияют на рыночную цену не могут и потому что с чем они сталкиваются они продают любой объем произведенной продукции по той цепи которая зараза на 100 которая зараза на рынке что мы делаем этот удар ну очень элегантно соединили предприятие с и смотрим что с ним будет как наносим сами ну первое что мы это да вот этим эффективный интервал это эффективный интервал внутри которого любое объем производства за предприятием либо почему потому что здесь дна выше тем линия средних изделий в общем то есть у нас всегда будет плюс да то есть что должно делать любое предприятие мы находимся держим здесь знаете в 19-х годах было достаточно большое количество потребностей в консультировании предприятия все-таки новые условия ручной команды оказалось что предприятия в Италии они большую долю рынка они работали здесь то есть они работали вне этого эффективного интервала производят объем производства и при этом генерированных будет потому что в этой ситуации в УЗИ то есть они что всегда убырок почему всегда убырок да потому что средние пешки здесь они всегда больше чем что цена по которой этот товар какой смысл производить столько да если у нас что на каждой генерированной продукции мы будем получать удовольствие смысл есть только один это смысл получается в том что мы пытаемся захватить рынок мы будем динтинговать на этом рынке мы будем нести определенные убытки производят больше чем нужно для эффективного хозяйственного вот так и мы пытаемся это замять да и потом все это отыграет еще добавок с ихвой заработок потому что монополий на руки это самое доходное предприятие положение да но для нас это для потребителя это очень-очень плохая полученная срока конечно здесь тоже сразу не будет видеть да поэтому вот это эффективный интервал ну это ладно да то есть мы понимаем что в этих точках мы будем работать в ноль здесь у нас будет какая-то ну то есть это другой вопрос а какая точка внутри этого интервала даст нам с вами максимально возможный прибыль где максимально возможна прибыль в расчете 0-1 году то мы с вами видим что у этойościе понятно делать при этом отдельном производстве Вот эта речка речка самая большая, то есть прибыль на расчеты на единицу дала большую. Мы эту самую большую прибыль умножаем на соответствующий объем производства. И у нас возникает вопрос, а у нас будет ли это давать максимальный возможный объем общей прибыли? Да? Вот для этого нужно что? Максимальная марта. И тоже очень четко и очень красиво было загадано следующее, что если в этой точке, а в этой точке мы что видим, то предельные издержки, равны цене или издержки, равны цене, то тогда что получается, что вот это объемное производство, именно вот это, то есть оптимальность, вот он как раз позволит он с вами, вот оптимальность, максимизировать прибыль. То есть прибыль у нас не будет максимально возможное, да, в данном условии. Вот правило максимализации прибыль на основе маршрумального аналога. Слово это? До какого момента товаро-производители будут намочивать объемы в свойствах? Условия прибыль на основе маршрумального аналога, мы должны делать до того момента, пока предельные издержки, там ограничения нет. Ну, мы произвели дополнительную, например, 101 единицу продукции. Да, она 101 единицу продукции принесла с собой дополнительную, например, я говорю вам, 100 рублей издержки. Если мы эту дополнительную единицу продукции продаем по 100 рублей, то мы тогда будем ее производить. Но если мы эту продукцию продаем по 95 рублей, то уже согласитесь, то, что производство дополнительной 101 единицы продукции для вас военно-выскоро не выходит. Да, и поэтому максимальная аналога очень четко показывает вот эту точку, равенство предельных издержек и цены, да, и вот этот объем производства, при котором предприятия получают максимальную часть. Вот, а если это, ну, иногда условия самым простым, да, А в условиях, в частности, трех рыночных структур, монополия, монополистическая конкуренция, петля и монополия, мы линии цены вот так нарисуем, примерно так, вот так, да, ровно так, это соответствует закону спроса. И тогда здесь нужно будет сравнивать не с предельным доходом, не с ценой, а с предельным доходом. То есть мы с тем доходом, да, которое нам приносит каждая дополнительная единица продукция. А тут мы прекрасно понимаем, что предельный доход в предельном объеме производства начинает что делать? Уменьшаться. Если мы желаем продать большую количеству продукции, то это будет все обращение, мы должны снижать ее цену. по соответствии с действием закона убывающих предельных предельных доходов. Да, и тогда мы при этом, ну, то же вариант, да, который убывается, что предельная единица равняется предельному доходу. И вот в этот момент мы останавливаемся, мы не будем производить, да, мы будем желаем получать максимально возможное криво. для экономики не здесь, не здесь, тем более не здесь, а именно что-то будет. И вообще, по большому счету, вот этот, вот этот показатель для экономики, ну, в последней части сейчас, является основным моментом. вот когда крупная трансляционная корпорация, или, например, в этом предприятии монополисты, которые участвуют в монополистической конкуренции, они, ну, конечно, друг от друга знают много, следят, да, для них что очень важно знать? А надо знать, как меняется объем производства. Все прекрасно понимают, да, в реальной экономике. То есть, все работают по поводу, то есть, воспитатель, все не делают это. Да, это, это логично, это жизненно важно, это ваша конкурентность способна. Но если вдруг, например, вдруг, какой-нибудь предприятие, ну, скажем, наверное, народный ответ, главного российской конкуренции, да, какую-то корпорация, концерн, взял и резко нарастил объемом возрасте. Да, и это самое страшное, сроки конкуренции. Это что означает? Это означает, что предприятия, да, этого предприятия, они стали, что, за счет, они за счет их науки стали меньше. Да, и тогда при тех же самых выношенных условиях, они стоят, и что получается? Линия предельных интересов, да, пересекает линию цены уже приборевых с автомобилем производства. И они здесь максимизируют эту самую структуру. Да, и поэтому, ну, еще и так, это можно что-то видеть. Как брать науки? Как брать, как можно определить выбор, который, да, при этом работает, работает, да, показывает, в каком случае, незначительную, налоговообладаемую прибыль, которая предприятия налоговообладаемую. Ну, нескольких мы считали, ну, правильные же проводники составляют, да. А так было, что вообще, если мы здесь? Да, то есть, по прибыль, да, который они определяют, как налоговообладаемую, да? Если мы посчитаем, мы не видим, что и как, искалясь эта система самая. Ну, производит эту убедительную продукцию, да, как и производится. Да, ну, понятное дело, что что-то здесь нечисто, правда? Разные работники здесь, что мы можем с ними делать. Да, и поэтому, видите, как далеко пошел варжинальный анализ. Да, насколько он у нас продлился в произведении понимания тех процессов, да, которые происходят в реальном этапе. В реальном этапе. Я считаю, это вот, это тоже был такой, ну, революция, говоря, да, я бы сказал проще, взрыв мозга, если хотите, да, когда можно было переосмысливать, ну, определенные процессы, да, которые нужно было переходить на новую методологию, новые, ну, понимание новых принципов, да, вот, функционирования, экономики, да, экономической системы. Понимаете? Ну, и давайте посмотрим мы с вами. Значит, я уже говорил о том, что вот эти люди, которые они омладились, омладились, омладились. Вы знаете, почему я всегда, варенец, этот вопрос как два часа? Да, варенец. Мы все ходим и так. Все ходим и так. И без листиков. Сейчас найдем. Где вам? Сейчас я поищу, да, читаю? А вы посмотрите, да? Что ли у вас надо почитать? Да, вот смотрите, нулевой этап. Ну, в учебнике написано «треть печи». Да? Мы скажем, что это есть «люлевой этап». Вот, и вот у нас с вами там четыре фамилии. Да? Да? О которых нужно… Которые вам нужно друг лишь, чтобы находиться. Да? Давайте я их произнесу, что в Украине тоже говорили. Ну, первый… Иератан фон Тюмер. Это хранец. Да? Значит, следующий немец, да, который придумал, так, у которого есть три вида цены, три вида товара, это госа. Да? На первое ударение. Ну, иногда говорят «госен», «госен», «с-эс», такое-то, мягкое. Ну, я слышал, что, ну да, вроде бы так говорили «госен». Ну, ударение на первое слово, да? Не «госен», да? Лучше говорить «госен». Да? Тогда вас на слух поймут. Если мы скажем «госен», то, ну, то у вас может непонятно, да? Это второе слово «юль-дю-пи». Ну, если на французке выговорить на россиянах сложно, да, но, не менее, «юль-дю-пи». Да? Да, ну и «госен-фурмо». Ну, здесь, как говорили, не на стороне. Да? Тут у нас были вот эти четверо, да, которые, ну, по крайней мере, как говорили, история наша, заложили основы, заложили основы будущего маржинального анализа, да, или будущий маржинальный ревардис. Значит, вы их почитали, надеюсь, и, надеюсь, на следующем занятии, мы об этом уже что поговорим, да? И сразу хочу сказать, эти люди и их идеи будут включены в следующий тест. Да? Так, вот наш явочный лист. Видите, какое красивое, да? Значит, вы свои группы здесь найдете. Здесь немножко в другом напечатано, но в любом случае три группы здесь, да? Значит, записывайте. Ну, он подсказывает все время. Молодец, спасибо. Там мы, Александр Павел, с вами фамилия Юлия. Скажите, какая фамилия Юлия 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 Юлия? Ну, ты её здесь выпишешься? Нет. Пишешь здесь. А он перевёлся недавно. Да, я недавно перевёлся. я это прочту вот я буду это отмечать это кто вы хотите я сейчас прочту все смеяться будут нет и надо я могу главный раз это хорошо если да насколько это много времени занимает поэтому времени саша благодаря нашим рассмотрим на каждом этапе мы говорим о трех экономистах ну которые собственно говоря наиболее важны для развития маршинализма как директивной концепции их конечно же гораздо больше до сторонников последователей для людей которые качествует которые принимают они на основа до 3 москвичка школа не отрезка школа границы удалится отрезка школа когда экономики залога на как основа машина машинализма или маршинальной концепции значит ну и затем это уже наши это уже наши почти соотечественники да они жили в начале двадцатого века так что думают как в садах кто-то сказал дорога да это уже это уже современная история да вот это уже люди не просто как из далекого прошлого да какие-то там древние годы это люди да вот почти усовременники по крайней мере ваших дедушек и бабушек да и которые вот принесли очень большой план в развитие экономистской навыки а можно сказать как остальное хорошо получилось у ребят но если они подсорились меня не буду говорить о кого посмотреть да у меня вот мы на занятии на практике разбирали одну работу да с докладами да с докладами да мне эта работа очень понравилась очень кратко но самое главное что очень точно и сложено были вот основная идея тех экономистов да которые собственно говоря ну понимаете создали условия для появления классической политэкономии вот это не есть что они основной положения да потому что там есть юелим поэтси да там есть и физиократы да есть учебники в которых физиократы вообще говоря как отдельная концепция после метантелизма а только потом классическая политэкономия но это не принципиально важно поэтому вы сказали что разобрали одну работой и она понравилась или только одна работа и все группы понравилось остальные проходящие я просто да ну давайте я вам посоветую все таки наверное знаете вот если делать плохо да это лучше не делать а что поставить за не сделано что поставить за сделано за сделано оставлю зачет если вы что-то написали ну я вижу что вы знакомы с материалом мы когда лучше сделать вы не сделали когда это понятно дело не значит но вопрос как и сделать я видел там например некоторые там тексты но который даже вообще веренец форматированы до сплошным текстом прописанное без какой-либо структуры узнать читайте преподаватель это что там ну так так ну поет и да значит с остальными группами еще раз повторяем обязательно это дело по сути так ну и теперь мы переходим на все а вот вот давайте мы это мы мы говорим на то что мы делаем это это то что мы анонсируем а теперь давайте скажем что есть два вопроса в этой лице ну первый вопрос да это был последний и второй вопрос да когда это вот пошла и вот вот посмотрите на человека который был снотологиком маршинальной идеи мы считаем что он такой да чувствует ли взгляд человека а интересно ну видно что это снотологом в так и в до 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 Вы не читаете, знаете, заделая фигура, на которой когда-то там во времена царя Самураби стала каким-то судебником, да? Это же конкретные были люди, которые, еще раз повторяю, несли очень большой вклад в развитие людей, я почитаю, я думаю, как плохо видно, да? Он почитает, смотрите, значит, он является основоположником английской школы по журналисту. Почему «Австрийская»? Он же профессором ведомства университета, именно там свои идеи пропагандировал, там их отстаивал, да? Поэтому мы говорим, что это «Австрийская школа». «Австрийская школа национализма» действительно, она, ну, благодаря вот его работам, действительно, она, знаете, вот оказала очень большое влияние на развитие всего национализма. Да, да. Что мы о нем можем сказать? Хотел бы, какой-то вопрос? Словите? Сейчас, секунду. Вы нахомнили. Ну, вообще-то, когда родился в Галиции, да? То есть, изучал, ну, Галиция – это, ну да, там, область Австрии, да, которая находилась в области Австрии, да? Я говорю, сейчас, сейчас я это очень не помню, да? В Лёвке была эта австрийская школа, да? И поэтому, понятное дело, что, находясь там, он, конечно же, попал куда? Он попал в Егенскую школу, да? Он, который изучал, ты экономику, да, и использовал его тело или служебный. Да? Да, верно. Сколько? Эм, знаете, достаточно успешно, там, не больше всего этого, но обучался, да? он был таким заинтересованным человеком и уже смотрите, в 31-31 год, в 1871 год, он публикует, в 31 год, еще раз повторяю, достаточно молодой человек, он публикует свою главную книгу, которая собирает издушную базовую идею маржинального анализа, основания политических данных. И вот здесь вы говорите, что, о чем в Дмитрийстан, тоже интересно, где исследовал нарушение физиологического равновесия человека, как результат неудовлетворения желания сдвинения. Вы чего-то не наполучаете, вы что-то, может быть, не употребили в полном объекте столько, сколько вам хотелось. Что-то вы употребили, вам этого не хватило, у вас есть что-то, это не удовлетворено. Вы чувствуете себя счастливее. Дополнительно потребили еще дополнительные продукции, этот удовлетворен становится что? Лучше, выше. И когда-то все-таки может произойти ситуация, когда вы действительно скажете, что да, я физиологически, у меня все нормально, я удовлетворен, у меня нормальное настроение. Ну, такой, знаете, был контекст этой политической экономии, основанной вот именно на субъективном психологическом подходе, концентре тех потребностей, да, степени удовлетворения, да, и тех последствий, да, которые приносят, может, такой подход. Ну, что да, вот, в Вене он был до 1903 года, занимался как раз, кстати говоря, был профессором кафедры, видите, вот, политической экономии. То есть закончил период, да, но он, кстати, посмотрите за эти интересы тоже, он докторскую свою работу защитил в Кратове, в Егиловске был университет, там защитил свою докторскую работу, и он после этого, кстати, работал фурналистом, да, экономистиком-позревателем при правительстве, вы почитаете, да, есть эти интересы, да? Вот, у нас в основном племени это все рассматривает, но в Егиловске, да, вот он попал в Вене университет, он там за 1903 года, да, работал на кафедре политической экономии. Вот за это время он очень много выпусков работ, ну, любой профессор, да, как и куча, тем более профессор, да, он должен публиковаться, он на одну технице своей идеей, вот он и стал три базовые работы, которые, ну, помимо того, ну, помимо вот этой, видите, у него первые были основания политической экономии, а потом уже в будущем в Егиловске университета, он и стал улететь и базовые работы, которые, собственно говоря, и заложили основу австрийских школ маржинализм. Смотрите, они почти, за годы каждый год выходили, я даже хочу обратить внимание, каждый год выходили, да, по одной работе. У нас сейчас есть молодые ученые, которые, не только каждый год, каждый месяц выпускают по одной работе, да, и только возникают вопросы содержания. Поэтому если вы что-то взлетуете, что-то пишете, это должно быть действительно содержательно и интересно делать. Да, и вот, смотрите, ну, эти три снизу, да, которые работают, которые, собственно говоря, и еще раз повторяются вложения. Это основу для австрийских школы маржинализма, австрийских школ маржинализм. Ну, и по большому счету, вот, история говорит, гласит о том, что до окончания своей жизни в 21-м году он продолжал работать над своим первым путем, да, основанием политической экономии, да, пытаясь его совершенствовать, пытаясь его, знаете, в каком случае, привести до сегментного понимания, да, когда есть те достижения, которые к тому времени уже были, что, ну, как говорили, самому пустилу, как говорили, самому пустилу. Ну, и далее, давайте, конечно же, конкретнее поговорим о совершении его работы. Ну, во-первых, только для предмета изучения, смотрите, Менкер считает, что предмета изучения экономики – это не сфера производства. Действительно, важная анализ в сфере производства – это весьма такое, знаете, ну, я бы сказал, сомнительное дело в сфере производства. Почему? Потому что оно не тогда вынуждено экономикой считать каким-то таким механистическим механизмом, да, чтобы можно было говорить о равновесии. Понимаете? Вот, ну, вот, например, равновесие, да, не топливное место помещения. Правда, мы же можем определить ту температуру, которая всем будет что? Приехать. То есть, тогда можно по этой системе сказать, что на равновесие, да, когда мы вложились в водопрение, да, и всем от этого скажем, да. Значит, статисты экономики тоже, думаю, считают равновесие, поэтому его поступок был такой, что вот не производство, все-таки, да, является предметом изучения экономики, а сфера потребления с использованием абстрактных посолей. То есть, нам, абсолютно не важно, что мы производим, но важно, как мы удовлетворяем вопросов. Да, вот из тех оснований политической экономии, где он говорил о физиологических особенностях, да, потребления, он как раз и говорил, это дело опять использования. О том, что, значит, нужно изучать сферу потребления, и поэтому изучение этой сферы потребления должно быть основано на неких определенных установленных, да, аксиомах. То есть, у нас должны быть разработаны генетические подходы для того, чтобы можно было изучать эту сферу потребления. То есть, что это означает? А вот это что означает. То есть, мы не для того, чтобы можно было делать такой-то анализ, да, потребление, удовлетворение от, потребления благ материальных, да, мы должны иметь некий подход. И вот один из важных базовых, да, этих аксиомах, да, это есть, как раз что, предельная, предельная поверхность. Ну, и, соответственно, законодательная, бывающая предельная поверхность. Да, и вот у нас есть некая такая модель поведения и потребления, да, и мы тогда пытаемся, что это, эту сферу потребления и изучить. И вот, мы вообще говорят, что журналисты, они всегда были, что мне импобилировать на журналисты, они всегда были против импирительского послета, вашим импирительским послета. Да, то есть, мы пытаемся, на основании каких-то прошлых данных, Постоевских данных, на основании, текущих, данных, пытаемся сделать какие-то предположения. мы используем те данные мы используем для того чтобы опять же сделать прогноз ну как так как это может получать это просто берем экстраполируем сегодняшняя тенденция на будущее ну может быть какое-то время не будет действие два три пять вот время но дальше да поэтому машиналисты говорят о том что необходимы некие такие теоретические основания пазлые походы и начинай на этой сфере невозможно потому что наш с вами просто наше с вами потребление это очень сильно зависит от пимитивной психологической оценки до ценности того иного плата того иного предмета мать сколько людей до столько будет мнение даст только будет оценок искать в этом найти но какую-то закономер ну вот в журналисты нашли из 3 я подчеркиваю и базовых инструмента помощью которого они анализируем реальную экономику это предельный доход предельные сдержки и предельные полезны вот она вот вот микроэкономический анализ индивидуализма вот вот микроэкономический микроэкономический предприятие хозяйственных людей что значит индивидуализма каждый конкретный хозяйственный субъект будь то предприятие да будь то домохозяйство да они что но они определенным образом себя ведут в экономике да и анализирует нужно что не всю экономику да вот как она есть да макроэкономику да то есть анализировать следует что поведение каждого отдельного субъекта да и вот эти предельные величины они очень хорошо это позволяет делать как ведется и потребитель на рынке теория рационального поведения есть такая теория да в основе опять лежит предельная полезность да право максимизации прибыль но очень четко видим да как ведутся или как ведут себе предприятия в экономике не убавишь условно говоря не прибавишь да потому что главная цель функционирования предприятия это получение прибыли ее макроэкономический анализ индивидуализма что он исследовал каждого конкретно этому хозяйству да там он исследует конкретное что предприятие ну потом правда мы же можем очевидно зная как ведут себя да какие-то элементы системы мы потом можем это поведение экстраполирует на всю систему да то есть мы можем тогда дать оценку всей системе да то есть те экономики ну и последнее в третьем здесь и вижу больше совершенства общественного соглашения должно происходить не-э-зна-не-э-зно ну опять известная концепция экономического либерализма да по крайней мере вот проявление парламент следует ну понимаете вот эти общественные отношения ну как конструировать да и следует подчинять какой-то ну какой-то идеи да они развиваются с вами по себе да они имеют какую-то внутреннюю внутреннюю источник развития имеют какую-то внутреннюю логику развития да поэтому просто нужно это познавать и это нужно будет использовать да в процессе управления экономикой да никто не говорит о том что экономика должна управляться это значит политика должна быть да и маршиналисты да ну и даже самые яркие да столовики свободной экономики да они тоже говорили о том что без государства да экономская система не согревает деньги ну и так он и так ну и далее то что поговорим вот о его ну о его подходах да я уже не скажу а следующий да вопросов юридичность дитюре предельной полезностью опять главная идея это же его слова да главная идея это ценность академийским благом является человеком в процессе удовлетворимой потребности мы сколько можем угодно говорить что нам нужно что нам не нужно что нам нравится что нам нравится что нам не нравится да мы реально должны потребовать покупать товар даже только в процессе употребления мы можем понимать да ну давать оценку то есть это инфективно это очень и очень что субъективно вот ну и принцип предельной полезности видите он является исходным пунктом произнесения человеческих потребностей ну что говоря этот принцип лежит в основе современной теории рационального поведения мы четко знаем знаете экономика даже не мы а экономика очень четко знаем как каждый из нас тратит свои деньги то есть каждый из нас любое домохозяйство тратит свои деньги исходя из чего без достижения максимизации полезных если предприятие максимизирует прибыль то домохозяйство да пытается потратить свои деньги на то таким образом чтобы получить максимальную полезность да от отцепления тех или иных материальных вот он принцип и его первая книжка это основание политической экономики да когда она не стала в 31 год она по большей части знаете такая вот даже на суббом у нас социологию да вот видите по крайней мере это вот разновидность неудовлетворенных желаний или неприятных ощущений да которые достигают из своеобразного нарушения физиологического равновесия условно говоря любого да это уже нарушение физиологического равновесия или например что менгер тоже не исключал человека высокая температура да вроде как медицинский пар да тем не менее это есть тоже что он физиологическое равновесие потому что почему такое может случиться да потому что или недостаточно тёплая одежда или недостаточно тёплая жилища или что-то ещё да что может привести к тому физиологическому неравновесии да и поэтому в потребности это не то что мы вот желаем да это как раз то что у нас нет неудовлетворенности желаем да или как мы говорим неприятные ну ещё это очень хорошо это всё укладывается в теорию национального поведения и это национального поведения то есть когда пропадает неудовлетворенности да когда она что начинает вдоль твоих потребностей да и знаете что для нас важно важно нет сколько мы например употребили или выпили воды нас важно сколько нам нужно ещё для того чтобы окончательно удовлетворить свои потребности и обеспечить себя насаждением физиологическом равновесии ну вообще сложная такая правда особенно проблема физиологического равновесия это говорят что все должно быть чуть даже чувство голода которое по мнению врачей должно быть это как по мнению менеджер должно было очевидно если мы будем станем полностью на точку зрения карла менгера то тогда очевидно что чувство голода это есть наша физиологическая равновесия да если это так если мы принимаем это значит это должно быть что это должно быть ну я думаю что это так человеку он наверное свою потребность идея будет поверить и побывающие очень простой тем очень вы посмотрите что было еще применено в менеджерном налогу с зрением производства процесса он вообще говоря просто создал и очень активно пропагандировал теорию благ высшего и низшего порядка теория благ высшего и низшего порядка что такое благо низшего или первого порядка можно и так а так первого это удовлетворение потребностей индивиду и удовлетворение потребностей человека ну а блага высшего порядка они используют для производства благ первого порядка да первый десятый говоря такой подход для отделения сверху потом взял маркс да то есть первое производство да товары первые есть первое производство средств производства да то есть зачем это нужно да это может было бы того что можно было бы установить некое равновесие в экономике то есть между этими двумя благами да или сферами производства этих благ да ну и установить что равновесие в экономике да то есть мы не можем без машин оборудования да создать товары услуги какие-то материальные благ даже занимается они между собой одним концом и здесь главы трениров так ну вот ну и вы знаете дальше все таки очень сложно было наше его применение теория дохода и еще раз хочу сказать начало двадцатого века да то есть это совсем совсем недавно если кое-что даже сейчас мы с вами видим из себя наши ученики да современные ученики и современные представления функционерные команды он разработал по крайней мере теории доходы и заработные платы не значит рабочий как было раньше да считала пульс использования капитала уже вот подкоревание структуры экономических ресурсов и соответствующих доходов в теории доходов заработной платы да несколько посещенной но тем не менее да видите я считал что обмен должен быть что своему любви но он не всегда и как правило он не всегда но опять же говорит что причина является предельная полезность предельная полезность это удовлетворение которое мы с вами съели словно говоря что мы съели два пирожка да и остались голодными ваше физиологическое состояние не находится равновесие нам нужен еще один на именно это заставляет человека его покупать а что значит покупать это значит да мы что-то произвели продали получили денежку и теперь эту денежку меняем на то что нам что если предельная полезность какого-то товара равняется мою для нас с вами то тогда разумеется обмена не будет обмена не будет ну и что значит взаимовыгодный обмен но при этом он не может быть эквивалентным эквивалентный обмен это тот обмен который осуществляется по стоимости да на один товар затрачено 10 часов рабочего времени на другой товар затрачено 5 часов соответственно пропорции будут 1 2 вот если так отмениваться товар а мы это видим через цену когда мы приходим в магазин видим что что-то стоит 100 рублей а что-то другое стоит 50 рублей соответственно пропорции было что 2 но эти продукции я уже говорил они не определяются только стоимость только затратами труда связан с его производством этого товара дальше добавляется что полезно и вот с учетом полезности обмен будет что взаимовыгоден но он может быть не эквивалентным потому что мы не будем смотреть когда нам что-то очень надо на затраты этого труда хотя еще всегда мы будем это знать но при обмене в определенных условиях мы конечно же будем сходить из своих субъективных предпочтений с точки зрения полезности того или иного гора это очень сложно слышится субъективные предпочтения например с ручкой приводить или например человек заблудился в пустыне вышел к людям у него есть алмазы но ему нужна вода где-то я читал такой классический пример он отсыпает стакан алмазов ему за это дают стакан воды в каких-то других условиях такого подмена не было правда слишком уж не по стоимости уж слишком не поскольку с точки зрения взаимовыгодности да мы здесь не можем отрицать что этот момент для конкретного человека до которому стакан воды это вопрос жизни и смерти он для него что взаимовыгодный так поэтому нам даже все будет около и все вам все что мы могли сказать дожилы а не верим ну а потом мы с вами сказали следующий этап развития это основатель мы не можем о нем сказать основатель математической школы это англичанин джевец да еще скажу как его салфут да 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 салфут разумеется являет название школы математики кстати говоря он о том как он и как правило экономисты тех времен всегда увлекались именно экономик потому что постепенно особенно на рубеже 19 и 20 веков экономика стала использовать количественные методы исследования и начала применять математику для изучения математики для законодательских закономерностей поэтому люди которые занимались математикой становились последствия для земли которые связаны с политической экономикой и политической экономики сначала начислил отмечения логики а работа там профессор он застил весна в детстве даже никуда не приезжая просто публикует все свои работы которые он сделал и вот базовая работа как основателя школы маржинализма это 1871 год и это теория политической экономии не ниже там просто поговорим да вот значит что он принес маржинализм вот у нас есть три момента которые он наряду с ментгером развил теорию полезности есть такой параллель мы об этом тоже поговорим и он вел экономикс то есть место экономических теорий он вел экономикс он отличает более прикладной характер на аналитики нам хотел чтобы она отвечала на какие-то более практические вопросы мы понимаем что теория не всегда подчеркнут то разумеется в позиции это все мы сейчас эти три момента его деятельности рассмотрим первые полезности парадокс его и квадратный механизм ну посмотрите значит ну сразу начнем давайте с парадокса Джеммонсом что он здесь на прогрессе в развитии технического прогресса то что увеличение эффективности чехольное ресурсо может увеличивать а уменьшать активного потребления ну действительно если на какой-то ресурс используют более эффективно то именно эту технологию именно это производство потому что это же более эффективно в экономике да вот этот парадокс Джеммонса его считают некий такой основанием для того чтобы можно было обеспечить эффективное распределение ресурсов до внутри экономистской системы эффективно но это по другому называется аллокация экономических ресурсов даже направляться ресурсов говорил и был сторонником этих концепций о том что чем выше эффективность использования ресурса затем объем его сопротивление не помешает а он может наоборот увеличиваться да вот это есть да он нафиг и вы опубликовал в работе как угольный вопрос он достаточно много писал много таких знаете весьма практических статей работ в угольном вопросе он не писал что это утверждение что технологические процессы будут приводить увеличение до более эффективного использования вот видите например процессы экономии угля они ведут к повышению его потребления которые замечают этот продукт и практика использования электроэнергии и как только мы что-то начинаем остановить или более эффективно использовать например согласитесь что мы придумаем какую-то какую-то котел какую-то котельную которая работает на угле и которая имеет очень высокое кпд да что тогда происходит да если мы разработали очень эффективный да инструмент в данном случае отопительное какое-то приспособление прибор значит это приводит к тому что употребление угля начинаем наращивать потому что это эффективно его используется с точки зрения того количества тепла которое производит из единицы но из одной тонны веса угля это было это было подмечено и вот далее далее что с красным я это составляет удовольствие и исправляет страдания это когда мы говорим о теории полезности да по большому счету повторил Менго да что видите то что нам доставляет удовольствие и избавляет от отраждания именно все это обладает поиском полезности только то что нам приносит отраждание это полезность потому что когда нам что-то нужно тогда мы что предъявляем начинаем участвовать во мнении пытаясь этот талант для себя здесь уже говорит о том что составляет удовольствие более широкая кроссовка полезности причем подчеркивать субъективные полезности да потому что вот ну с точки зрения этого удовольствия да неудовольствия но более или менее схожи с точки зрения удовлетворения потребностей здесь уже возникает очень сложная что вопрос ну голод можно удовлетворить абсолютно разными способами можно съесть яблоко или можно съесть банан да и мы это понимаем что это голод да а вот удовлетворение от утрепления яблока или от удовлетворения банана как здесь совместить понимаете я же уверен что совместить причем совместить удовлетворение да оценка полезности совместить с точки зрения равном субъекту но это уже получается что удовольствие но тем не менее вот такая оценка полезности да ну и последний да этап человек о котором можно говорить на первом этапе с названием национальной концепции это Леон Майерас познакомься современного макроэкономического моделирования вы знаете если честно сказать вот чего я не люблю ну это кроечная конкультивная опроска нельзя считать тоже да то макроэкономического моделирования макроэкономического моделирования это очень-очень такая сфера которая ну которая понимаете позволяет манипулировать ситуации показательными да позволяет манипулировать тенденциями которые в будущем что могут быть а могут что и не быть знаете если хотите почитайте есть такой персон да написал книжку очень интересную книгу исповедь экономического убийства читали мне так понравилась одна вещь где там было написано что они для какой-то страны уже работал в америке да в американском они разрабатывали план развития вот ну команда собирается люди и вот сверху поступают указания что ваши прогнозы ваши прогнозы чувствуете вышли на уровень 18 процентного развития темпов роста экономики этого страны там отказался от человека делать один отказался это делать у нас который начальник его коллега он отказался от этого они сделали они нашли какого-то математика да который публиковал статьи по моделированию по-моему даже был русский или с русскими корнями индейцы русскими корнями и использовали эту модель для того чтобы найти прийти к нужному уровню развития ну уровню прогнозного значения зачем это нужно если 18 или 20 процентов это значит инвестиции в эту страну это значит что ну понятное дело то есть мы под эту цифру подгоняем эту программу экономической помощи понимаете что происходит да то есть за счет этих моделей причем очень умных и заумных можно подогнать любое значение показателя который вам что нужно я не умоляю экономикой математического моделирования отнюдь да и количество и методы должны быть что использованы в экономике вообще некоторые говорят о том что экономика когда стала научной когда полы используют математику но тем не менее знаете это весьма такая сложная конструкция это моделирование почему еще раз хочу вас ну просто знаете вот даже если хотите предупредить да посмотрите мы модели строят на прошлых исторических данных то есть ну например мы берем балансы предприятия да за три за пять за десять лет которые есть на предприятии которые мы можем брать мы делаем динамические ряды вот вы будете делать свою руку у вас будет написать например да анализ устойчивости считаем экономической устойчивости предприятия и будут указаны годы ну например 2020 на 2025 допустим да 5 лет но все равно это исторические данные а мы на основании этих исторических данных доделаем выводы которые нам говорят о том что вы будете в будущем то есть за границами этого этого вот тут возникает очень и очень большой спор почему мы еще раз повторяю так они будут обязательно проявляться таким образом как они сложились до этого до этого периода вот но тем не менее вот он и является опологиком макроэкономерского нового иерогранения да написал главную книгу украинского макроэкономерского 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 университета моих то есть макроэкономерского проявляет мы знаем как функционирует любые другие личные сельские системы да и таким образом мы знаю как это происходит мы можем говорить о них все прекрасно что двигатель автомобиля должен работать при температуре 80-90 градусов до охлаждающая жизнь 80 90 вот если это так есть значит система находится в равновесии значит а эта система можно что определить параметры определить весь этот механизм да и можно ее в принципе посчитать какое должно быть топлива какой должно быть теплоотдачи да сколько его там должно быть пилингра мы так далее то подобное и вот тоже посчитал математик и можно делать что она экономики да на предмет ее равновесия да то есть можно говорить о равновесии экономики да как ну или равновесия экономической системы да понимаем что эта система может восприниматься как механизмическая идея общего равновесия помните рисовали схему круга борода доходов и расходов мы с вами все равно закончили и все равно давайте попробуем стала простая мысль которая может у нас сами возникнуть да что мы говорим о равновесии да а в этом доме возникнет самый простой вариант двух субъектов экономики да это домохозяйство и фирмы домохозяйство и фирмы Фирма производит производство товара, необходимые заплаты сайта и заплаты расходы. Для того, чтобы иметь деньги, то необходимые. Мы поставили продать фирму инфраструктуру. Руд земля вязал, предупреждает, потом выстрелит. Он, соответственно, ему должны что? Нарказент за эти инфраструктуру платит. Мы получаем что? Завходы. Мы получаем доходы в форме процентов, ремзи, прибыли и заросплаты. Ну, это элементарная равновесие, да? То есть, обходы, наверное, должны выглядеть, что расходы в какой-то экономике. И он может на большом счете говорить о каких-то факторах, которые приводят эту экономику в равновесие. Ну, и вот, ну, как бы сказать, современная неоклассическая модель, или теория неоклассическая теория, которая вобродовала в себе и классическую политэкономию, и маржинальные восходы. Знаете, что, к чему она пришла? Она пришла к тому, что это данная сеть есть в экономике. Устанавливается на финансовую стоимость. Мы вот с вами уже переставали. Финансовую стоимость. Все равно, значит, такое дело более интересное. Что-то, можно сказать, не сейчас, что-то увеличивается, да? То есть, если что-то не касается, ну, не уявлено в одну сторону, да? Там, говорят, время истекает. И? Просто. Просто предупредить вас об этом. А, спасибо. Мы же не собираюсь убежать, просто предупреждаем. Вы думаете, что мы не успеем? Мы все сами успеем, не переживайте. У нас еще три лекции, это третья. Кстати говоря, в курсе. Осталось две получили. Мы с вами 16-го числа, декабря, заканчиваем лекционный материал. Вот. Да, и у нас осталось уже по две, ну, наверное, по два практических занятия, да? Ну, в одной группе два, в другой группе, наверное, три последующие недели. И мы там все это дело закруглили. Угу. Ну, мне ваше это приятно, да? Потому что, во-первых, заканчивается, да, занятие. А, во-вторых, все-таки, вы следите за временем. Ждете, не дождетесь окончания, да? Нет. Плачем, плачем. Смотрите, механистичность системы, да? То есть, оно должно постоянно, да, делать существование полностью. Чтобы оно находилось на рейсе. Да? Вот первое. Финансовый рынок. Домохозяйство сберегает. Движение, да? На финансовый рынок. Чтобы можно было сберегать на рынок. Инвестиции. Да? Инвестиции. Отлично. Вот, собственно говоря, механизм уравновешивающих, конечно, да. Мы сберегаем. Но если деньги попадают как раз на поток расхода, да, это плохо. Экономика становится неравновесной. Финансовый рынок, мы ее что? Балансируем. Финансовый рынок, да? Причем инвестиции являются важнейшим балансирующим механизмом макроэкономии. Ну, и всем известная, всем известная, да, рынок график равновесия. Правда? Что такое график равновесия? Экономика, на всякого рынка, рынок, каждого конкретного уровня. Он что? Он коллегится вокруг точки равновесия. Да? Нет какого-то статики. Она постоянно что? Или увеличивается, или уменьшается объемный взрослый. Соответственно, есть две нестабильности в экономике. Это или безработица, или что? Инфляция. Ну, и в соответствии с этим, да, опять же мы возвращаемся вот в равновесии. Да? Это на основном другое, это на основном другое. От понимания того, что действительно можно использовать равновесный подход для анализа экономики. Вот. Ну, и вот посмотрели потом, он говорил о том, что экономические эти теории сообщества чисто, причстые. Чистые, прикладные и соц. Чистые. Да? Чистая экономика это макро, прикладная это микро, а социальная это юристые люди. Юристые люди. Ну, мы говорим в этой концепции круговорота, современная концепция круговорота. Это, собственно говоря, скоротечные, да? И какие там, что мы говорим вам? Скоротечные и капитальные, да? Это то же самое разделение факторов производства на основные и на оборотные. Капитальные – это основные, скоротечные – это что? Оборотные средства производства. А скоротечные – что? Скоротечные – сырье, материалы. Ну, например, шоколадная фабрика, ну, конфетная фабрика, да? Шоколад, сахар – это скоротечные, то есть мы их употребляем полностью. Ну, все остальное, второй стак, продолжим на следующем занятии, да? Значит, то, что вы делаете, почитайте, да? О чем я вас просил. И не забывайте, спасибо, и не забывайте о задании, да? Ну, хотя вы уже его должны были ждать. Там срок и хочет. Всего доброго, до свидания.